Продолжается большой утренний эфир на телеканале Санкт-Петербург в студии Николая Растворцев, Мария Новикова-Хонская, 13... 13? 30 марта на календаре. И как шутят в Петербурге, идет 120... 120 день зимы. Правильно, ну а как иначе оценивать все то, что мы видим за окном? Возможно, иной уж точно более профессиональную оценку этой, в кавычках, весенней погоде нам уже готов дать начальник гидромедцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов. Александр Михайлович, доброе утро, рады вас видеть в прямом эфире. Ну что, пора нам всем переписывать стихотворение Тютчева. У нас не зима недаром злится, а уже весна скоро будет злиться. Все, и никак в свои права не вступить. Или, возможно, вы скажете, что то, что происходит с погодой, это норма для нашего города? Ну, я думаю, что здесь права Марии, сказав, что сегодня 13 марта, потому что оно соответствует тому, что было 13 марта на самом деле. С 14 у нас началась весна, но сейчас она вот пока временно закончилась. А вот это то, что происходит, ну, вы знаете, не так часто это бывает. Такое количество снега в третьей декаде марта и даже там в первой декаде апреля бывают южные циклоны, но не с таким количеством снега. Я сейчас вот подведу еще итоги. Ну, во всяком случае, что несколько лет таких очень далеких есть. И ближе всего это, наверное, 1959 год. Надо будет точно посмотреть осадки. Ну, примерно так вот. Тогда тоже снегом засыпало под 20 сантиметров снежного покрова, что, в общем-то, и сейчас происходит. Но весна никуда не денется, и все равно положительная температура будет каждый день практически. Но влияние циклонов, самое главное, пока не заканчивается. Так что еще в субботу, в воскресенье еще будет снег, мокрый снег, перепады температуры воздуха. И начало апреля, оно такое более прохладное. Я бы сказал, что в первой декаде пока еще все время будут отрицательные температуры воздуха. Но вот упорно уже несколько дней подряд говорю, что все-таки с 4, ну, скорее всего, что с 5 числа должно начаться потепление. И хотя бы дневная температура будет уже выше, там, плюс 5 градусов. И все-таки, ну, весна должна возвращаться. Дело все в том, что очень сильное солнце. Вот как только солнце выглядывает, как сегодня, сразу будет, конечно, значительный прогрев именно в городе. Ну, до потепления вот вашего прогнозируемого еще недели, неужели это норма для нашего региона, что в марте настоящая зима? Не слякотная европейская зима, а прям русская с морозцем. Минус 8 было сегодня, я выходила из дома. Ну, вы знаете, у нас в прошлом году то же самое было. Ведь, да, сейчас часто в этот период приходят вот такие вот возвраты холодов. И у нас отрицательная температура. Прошлый год вот прямо почти под копирку. Единственное, о чем я и сказал, что столько много, количество снега нет. Это вот отдельные года, там, 94-й, 59-й, вот у меня тут даже выписывал, 69-й год, 2008-й поменьше было. А в 2007-м плюс 15 было. Вот я все жду, когда будет всегда, так, каждую весну. Я вот точно запомнила, 2007-й год был плюс 15. Я думаю, что к середине месяца должно быть все-таки. Следующего. Ну, апреля только, конечно. Что вы можете сказать о погоде в регионе, который является нашим большим соседом, в Ленинградской области? Потому что у многих именно в этом регионе дачи, дачные дома, так или иначе, уже сейчас начинают люди выезжать, смотреть, как там перезимовал родной любимый домик. Какие прогнозы на Ленинградскую область? Ну, вы знаете, если судить по сегодняшнему дню, то что все в Петербурге, конечно, больше всего снега было в Петербурге. Но все это примерно и по Ленинградской области. Вчера, конечно, позавчера были очень теплые дни на востоке Ленинградской области. Там и 6, и 7 градусов было тепла. И медленно, медленно до фронта пришел. Но сегодня похолодало по всей области. Так что в дальнейшем погода будет примерно одинаковая, что на западе, что на востоке Ленинградской области и в Петербурге. Влияние циклонов продолжится. И вот это вот неприятный, в общем-то, момент, наверное, потому что сейчас мы подошли к началу паводков. Паводки начались, и подъемы по рекам Ленинградской области, в общем-то, уже более-менее значительные такие. И вот такие вот циклоны. Любань, Тосно, у нас даже уже дошли до неблагоприятной отметки, когда начинаются начальные подтопления по территории области. Так что процесс будет развиваться. Но так же, как и в Петербурге, в течение первой недели, даже в южных районах Ленинградской области, там Лужский район, все равно там будет и отрицательная температура, и более прохладная погода. А в общем и целом, что ждать от апреля? Ладно, еще отдадим ему первую неделю на зимние температуры и погоды. Ну, когда же весна? Там уже и лето будем ждать. Ну, вы знаете, и апрель сейчас. Вот я почему говорю уверенно про первую декаду, потому что уже более-менее понятно, что холодно. Но в целом апрель не должен быть у нас жарким, температура воздуха близкая к норме, и осадков, ну, также довольно много, там 100-130%. Единственное, конечно, распределение температуры воздуха, ну, вот здесь вот оно будет неоднозначно. И во второй половине месяца, да, вот я вот сейчас вот даже могу сказать, что вот мы ориентируемся на то, что если в первой половине плюс 3, плюс 8 дневные температуры, то вторая половина месяца, там уже, конечно, намного теплее. Плюс 6, плюс 11 отдельные дни, 13-18 градусов. Придет весна уже, ну, вот, наверное, во второй декаде. Ждем! Ждем с нетерпением. Спасибо большое, Александр Михайлович. Александр Колесов, начальник гидрометцентра Санкт-Петербурга, был в прямом эфире на телеканале Санкт-Петербург.